Наверное, в каждом городе есть свой чудо-дом – лучшее, самое красивое здание. В Архангельске начала XX века таким чудом был особняк судовладельца и купца Первой гильдии Якова Андреевича Беляевского. Впоследствии дом занял видное место в истории архитектуры, так как одним из первых воплотил в себе главные принципы стиля модерн. На рубеже XIX и XX веков стиль модерн был самым популярным направлением в искусстве многих стран мира. Стиль модерн имеет условно-хронологические границы – конец 80-х годов XIX века до начала Первой мировой войны, когда оборвалось естественное развитие искусства в большинстве стран Европы. В разных странах этот архитектурный стиль имел собственное название. В США – Тиффани, во Франции – Арнуова, в Германии – Юген стиль, в Австрии – стиль Сецессион. Переосмысление старых художественных форм и приемов, а также сближение и слияние различных видов и жанров искусства объединяло архитектуру разных стран в стиле модерн. Кроме того, характерными особенностями данного стиля была кривая изогнутая линия, главная черта в декоре фасадов и интерьеров. Каждая постройка эпохи модерн обладала индивидуальным архитектурным образом. Каждая была по-своему уникальной. Здание становилось холстом, на котором были важны даже самые мелкие детали. Форма лестничных перил, рисунок дверей и окон. Архитектурно-художественный образ здания обязательно учитывал функциональное назначение строения. Всё от решётки, оград, до оконных переплётов, дверных ручек, перил, мебели, посуды, тканей, светильников, других подобных предметов интерьера было решено в одном ключе, что отражалось в ещё одном важном принципе модерна – единства целого. Становление модерна в России происходило не отрывно, от творческого переосмысления наших глубинных культурных традиций. Развитие модерна в Архангельске совпало с открытием архаического искусства Севера и стремлением возродить его в русле творческих исканий конца XIX и XIX веков. Особняк Беляевского стоял на теперешней улице Ваучейского, вторым от угла, рядом с его же кирпичным домом, где в советское время работал писатель Аркадий Найдар. В 1865 году в Архангельск приехали шенкурские крестьяне – отец и сын – Андрей и Яков Беляевские. Беляевские занимались извозом и продажей смолы. В конце XIX века отец и сын почти монопольно владели хлебной торговлей в Архангельске, а также были крупными экспортерами с севера смоляных продуктов. В 15 лет Беляевский возглавлял правление компании Северного речного пароходства. Кроме того, Беляевские занимались благотворительной деятельностью, а также заседали в городской думе. Особняк, чудо-дом Яков Беляевский построил для жены больной туберкулезом. Врачи предписали ей жить только в деревянном доме. Особняк, скромный по размерам, не соответствовал сложившемуся стереотипу о жилом доме. Однако сложное объемно-планировочное решение, многофасадность, а также растительный орнамент стали основными принципами воплотившейся архитектуры модерна. Особенно примечательным был уличный фасад, имевший большое округлое окно на втором этаже под навесным фронтоном и башню с окнами на шесть сторон. Планировка дома, набор мебели были призваны обеспечить максимум удобств больной жене судовладельцам. Строительство дома закончилось в 1912 году. Скорее всего, Яков Беляевский был доволен результатом строительства, так как, предлагая архитектору разработать проект деревянного дома, он уточнил, делайте что-нибудь оригинальное. Если будет не очень похоже на дом, не страшно, даже наоборот. Дом Беляевского был одним из немногих деревянных строений, выполненных в стиле модерн. К сожалению, в 1973 году, после пожара, он был утрачен. В современном Архангельске сохранились несколько зданий, которые были построены в начале 20 века в стиле модерн. И они напоминают нам о его северном варианте. Спасибо. 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 Спасибо.